Наркополицейские наблюдали за деятельностью преступной группы почти полтора года. За это время собрана доказательная база на всех членов банды и произведено 27 контрольных закупок амфетамина. Они снабжали в день порядка 100 людей, которые по той или иной причине употребляли этот наркотик. Доходы доходили до сотни тысяч рублей в день. Лидер группировки, 24-летний житель Владимир Андрей Леонтьев, был задержан у себя дома. Агрессивного и накачанного стимулятором парня едва удалось скрутить шестерым сотрудникам. Полиция! На каком основании у меня, б***ь, б***ь! Вы что, с ума сошли? В Париже я! Вы сумасшедший, б***ь! Вы просто сумасшедший! По словам лидера преступной группировки, наркотики, а их изъяли почти килограмм, ему подбросили. Белый порошок, который у вас нашли в кошельке и в сумке, что это такое? Не знаю, откуда он там взялся. Не знаете? А сумка ваша? Да, сумка моя. Кошелек тоже ваш? Кошелек тоже мой. А порошок не ваш? Нет. А вот другие члены банды уже вовсю дают показания. Многие из них даже не подозревали, что за их деятельность положен срок больше, чем за убийство. До 20 лет лишения свободы. Обыск у вас проводили дома? Да. Что-то нашли у вас? Да. Что нашли? Пакеты с феном. За что задерживали? Якобы за сбудет наркотиков. Каких? Психотропных. Конкретно? Амфетамин. Наркотики эти молодые люди изготавливали в кустарной лаборатории. Химические реактивы закупались через интернет, а сама лаборатория в целях маскировки трижды меняла свой адрес. В ходе операции были установлены данные почти 500 постоянных клиентов, жителей нашего города. Поставить на наркоучет каждого потребителя теперь – дело чести для наркополицейских. Для оздоровления наркоситуации руководственным управлением принято решение о выявлении всех клиентов данной преступной группы, вот этих вот 500 человек. Часть из них уже выявлены. И все эти люди, которые, в отношении которых будут установлены, потому что они покупали амфетамин у этих лиц, они будут задержаны, освидетельствованы и поставлены на наркологический учет. Ловят наркоманов в излюбленных местах, в ночных клубах. Под подозрение попадает каждый, кто танцует, энергичнее толпы. Прямо из клуба танцоров отвозят на Летнеперевозинскую улицу, в наркодиспансер. Еще 15 минут назад они танцевали, а теперь они на наркоучете, без единого шанса на достойную работу. Когда в последний раз употребляли и какие? Гашиш в течение дня три назад. За что и при каких обстоятельствах задержаны сотрудники наркоконтроля? Ловят. За очень активное поведение. Ловят и насывал. Ну, как бы вот, не знаю, доставили. Наркотические средства употребляете? Да. Один раз приходилось, да. За полтора года силами восьми человек было изготовлено и произведено несколько килограммов наркотиков. Если суд признает их вину, эти парни выйдут на свободу лишь спустя 15-20 лет. К слову, трое из них собирались жениться нынешним летом. Евгений Локтенов, Иван Людков, Шестой канал. Прошу на экран. Я...